МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наши прежние разговоры о меню и об историческом рационе пищи, конечно же, не покрывают и малой части этой грандиозной темы. И сегодня мы попытаемся кое-что восполнить и поговорим о вегетарианстве. Вегетарианство – это, естественно, больше, чем диета. Это образ жизни. Приверженцы вегетарианства в первую очередь исключают из своего рациона употребление плоти любых животных, то есть мясо, птицу, рыбу и так далее. На этом вегетарианство не останавливается. Его более радикальные последователи отказываются уже от использования прочих продуктов животного происхождения, как в питании, молока и яиц, так и в быту, меха и кожи. Но и это не предел. Из вегетарианских соображений можно еще отказаться от той продукции, в состав которой входят компоненты животного происхождения, например, глицерин и желатин, а также отвергнуть продукты, которые прошли тестирование на животных. Аргументы в пользу подобного образа жизни выдвигаются самые разные. Этические. Нельзя причинять страдания животным. Необходимо избегать их бессмысленной эксплуатации и уничтожения. Гигиенические. Трупы животных существ категорически неприемлемы, как пища. Диетические. В этом случае полагают, что вегетарианская диета способна защитить организм от самых разных болезней и продлить жизнь человека. Экологически производство мяса в современных условиях и масштабах видится одной из причин угрожающего состояния окружающей среды. И, наконец, религиозно-философски. Считается, что употребление животной плоти служит препятствием для духовного роста человека. Существует и собственное религиозное обоснование вегетарианства. Они особо распространены в восточных религиях – буддизме, индуизме и джайнизме. Некоторые апологеты мясного неедения ссылаются на религиозно-вегетарианское рвение христианства в соблюдении постов. Но это, как мы увидим, несколько иная история. Можно встретить и более прозаическую мотивацию – экономию денежных средств. Вегетарианская диета может в той или иной мере способствовать денежной экономии за счет отказа от дорогих мясных продуктов. У такого обоснования есть и свой авторитет. Известно, что один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин, стал вегетарианцем, приняв во внимание, помимо диетических соображений, именно экономию денег. Сэкономленные таким образом средства он мог тратить на покупку книг. На первый взгляд, апология вегетарианства выглядит достаточно убедительной. Но давайте углубимся в историю этого вопроса. Действительно, вегетарианство имеет весьма глубокие корни. Как мы уже упоминали, на протяжении тысячелетий оно практиковалось в тех странах, где распространены такие религии, как индуизм, джайнизм и буддизм. Уже ведическая религия, ставшая основой индуизма, содержала многочисленные предписания вегетарианского толка. Подобного рода запреты встречаются в священных текстах Упанишат и Яджурведы, относятся к 8-7 веку до н.э. Мотив вегетарианства здесь один – ненасилие в отношении животных. Джайнизм, религия, появившаяся в Индии где-то в 6 веке до н.э., еще более радикализировала вегетарианские установки ведической традиции. Хотя в основном, как ни странно, джайнизм выступал оппонентом ведического культа. Так вот, джайны добровольно принимают на себя обет ахимсы, не причинять вреда живому. Поэтому у последователей этой религии существует множество ограничений в пище. Они не только не едят мясо, но и стараются не причинять вреда даже самым мелким насекомым. Джайны не хотят излишне вредить растениям, поэтому не едят клубни и корней, а также плодов, содержащих много семян. Наиболее ревностные джайны даже закрывают рот особыми повязками, чтобы с воздухом случайно не вдохнуть мелкое насекомое. Похожие запреты существуют и в буддизме, однако не во всем. Священные тексты одной из буддийских традиций Махаяны утверждают, что Будда и его изначальные ученики были строгими вегетарианцами, а снятие запретов на мясо появилось в буддистской общине лишь позднее, в связи с упадком дисциплины. Приближаясь к европейской традиции вегетарианства, мы видим упоминания о неких лотофагах у Гомера и Геродота. В древнегреческой мифологии лотофаги, то есть поедатели лотоса, считались народом, жившим на острове в Северной Африке. Этот самый лотос поедатели из племени мужей хлебоядных, как называет их Гомер в Одиссеи, употребляли с одной целью – обрести забвение. Кто от плода его меду по сладости равного вкусит, тот уж не хочет невесте подать от себе, не вернуться. В этом случае мотивы вегетарианства вполне понятны – закусил и забылся. От поедания плоти животных воздерживались члены мистической секты орфиков, зародившиеся в начале VI века до н.э. в Афракии, а также последователи Пифагора, знаменитого греческого философа и загадочного религиозного учителя того же времени. Сам Пифагор говорил, что мясо затемняет умственные способности, оно мешает предвидению будущего, портит чистоту души и ясность сновидений. И орфики, и строгие пифагорейцы также не употребляли яиц и избегали приносить в жертву богам мясо, что считалось почти обязательным в ритуалах той поры. В V веке до н.э. ярым приверженцем вегетарианства провозгласил в себе сицилийский философ и врач Импедоклу. Философствовал он вполне в пифагорейском духе и проповедовал переселение душ. Именно по этой причине он предписывал воздержание от мясной пищи и кровавых жертв, в которых видел убийство ближних. Импедокл допускал только растительную пищу, за исключением бобов, запрещенных пифагорейскими правилами. Ведь каждый продукт питания, по мнению Пифагора, порождает свойственные лишь этой пище состояние души. Поэтому нельзя есть, во-первых, чуждую богам пищу, мясо и вино, и, во-вторых, ту пищу, которая считается священной, мальву и бобы. Кстати, почему, согласно пифагорейским воззрениям, нельзя есть бобы, так до конца и непонятно. Объяснение этому пытались найти еще древние авторы. Однако мнения их разделились. Одни древние комментаторы говорили, что пифагорейцы не ели бобов, потому что считали, будто бы бобы возникли из того же перегноя, что и люди. Другие придерживались более прозаического мнения. От них в животе сильный дух. Кому-то они напоминали срамные члены, а иные считали, что бобы есть нельзя, потому что ими бросают жребий, ну и тому подобное. Эмпидокл, так же, как и его учитель Пифагор, верил во взаимообратимость всех живых организмов и в метампсихоз, переселение душ. Действительно, в целом можно уловить четкую связь между вегетарианскими пристрастиями древности и верой в реинкарнацию. Согласно этому учению, душа человека после смерти периодически возвращается в этот мир в новых телесных воплощениях. Связь между вегетарианством и верой в реинкарнацию обнаруживается как в индийской религиозной философии, так и в пифагоризме. В последнем случае учение о метампсихозе, то есть о переводошевлении, предполагает посмертное переселение человеческой души не только в тела людей, но и в духов, а также в животных, растениях, минералах и так далее. Наш эмпидокл, к примеру, помнил, что сам был уже однажды юношей, девой, кустом, птицей и рыбой безгласной. Так что в этом случае понятно, откуда происходит ненасилие над живыми существами и растениями, а также их неедение. Съешь кого-нибудь ненароком и прервешь его цикл перерождений. А может быть, это был твой родственник в теле коровы или в обличии брюссельской капусты. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова